Президент России Владимир Путин 12 декабря огласил ежегодное послание Федеральному собранию Российской Федерации. В этом году Конституции Российской Федерации Федеральному собранию исполнилось 20 лет. Это значимая дата для всей страны, подчеркнул президент. Путин начал свое послание с того, чтобы рассмотреть поправки Конституциям, а именно объединить Верховный и Арбитражный суды. Объединение судов решит основной конституционный принцип. Это равенство перед законом, заметил Владимир Владимирович. Также президент затронул проблемы местного самоуправления. В первую очередь он обратил внимание на беспомощность местных властей в ряде многих вопросов и перекидывание полномочий с одного уровня власти на другой. Необходимо развивать самостоятельность и независимость на местах. Снова стало престижным работать учителем и врачом, благодаря повышению зарплат в этих сферах. Но реформа там еще необходима, чтобы повысить качество услуг и эффективность расходов, сделал вывод Путин. Президент также поручил правительству провести корректировку перспективных направлений развития науки и техники. Призывая сосредоточиться на финансировании исследований в этой области. Своё мнение о послании президента страны высказали министры Чувашского правительства. Прозвучало, что впервые в стране положительно зафиксирован положительный прирост населения. Это с 1991 года. И нам приятно, что в Чувашской республике этот тоже положительный прирост зафиксирован. То есть в прошлом году был и в этом году мы сохранили этот положительный тренд. То есть это, конечно же, здорово. Если говорить о социальной сфере, говорить о том, что новое было сказано, то, наверное, это та задача, к которой поставлена эта оценка, социальная оценка деятельности всех учреждений социальной сферы, социальной защиты и социального блока. Было сказано также о милосердии в сфере здравоохранения, в социальной защите. Потому что, да, много сегодня сделано в здравоохранении, но вот той душевной теплоты, увы, иногда бывает недостаточно. И поэтому был сделан упор на то, что вот эту душевную теплоту и настрой человека работать в сфере здравоохранения нужно воспитывать ещё в школе. Поэтому и было сказано о том, что нужно вообще отдавать приоритет для поступления в медицинские вузы тем, кто уже поработал и имеет какой-то опыт работы в лечебном учреждении. Потому что человек, который почувствовал, познал, что это такое, он уже осознанно пойдёт в медицинский вуз и, конечно же, потом осознанно будет работать в здравоохранении. Помня об одной из важных статьи Конституции 29-й, о свободе мысли и слова, необходимо помнить и об ответственности. И об этом в чувстве ответственности, как назвал президент России Владимир Путин, нервы и стерни Конституции, он говорил в своём послании. Я тоже присоединяюсь и считаю, что ответственность должна и за сказанное слово, и за свою работу, за своё здоровье, за страну, если говорить глобально. Конечно, вот прямого обращения к средствам информации не было в послании, как в прошлом году. Но оценка роли журналистов в СМИ, я вижу всё-таки предложение президента о необходимости общественного обсуждения самых важных государственных решений и обязательно народного контроля. Все стратегические планы должны проходить нулевое чтение, на взгляд президента, а это возможно лишь при активном участии в СМИ. Их открытости для всех, подчёркиваю, конструктивных людей и идей. На оглашении послания президента присутствовал и глава Чувашия. Он отметил, что послание Путина очень ёмкое, увязано с практической жизнью, с нуждами, заботами и чаяниями каждого россиянина. Глава государства поставил чёткие задачи по развитию экономики, повышению инвестиционной привлекательности регионов, поддержке моногородов, подготовке профессиональных кадров, улучшению качества медицинского обслуживания и многим другим направлениям, отметил в своём комментарии глава Чувашия.